здравствуйте друзья спрашивают не приходилось ли нам за годы жизни в сведенных штатах спасать людей которые оказались в тяжелом положении вот морально там тут у них депрессия там у них значит там сил нет на что-то и так далее и вот не было ли такого что вот где-то там не до спасли до конца и потом вот жалели что не до спасли бой вопрос какой значит дело в том что спасение граждан это как бы основное занятие наше потому что если у человека настроение хорошее он бодренький он хорошо занимается ходит на уроки там туда-сюда а чего спасать то он пойти с ними работы мало ну там резюме написал ну там поговорил батеон он движется в процессе основная основной расход времени основная затрата энергетическая это те кто выпадает из процесса в этом там скажем есть может быть 10-15 процентов там студентов на которые может быть уходят там 80 85 процентов всего времени и уж как ты не стараешься отсеять на входе сложно в общем что я хочу сказать бывает обстоятельства жизненные очень очень такие бывают люди через развод проходят через такой тяжелый развод знаете когда идет война ненависти когда ничего рационального не добиться причем бывает что от обеих сторон хорошо если только от одной если если обе такие упертые там и что-то хотят и доказывают да всякое бывает погибает кто-то в семье бывает чак просто как бы сказать ну вот неуверенный себе как-то вот у него так получилось он может находиться в очень негативной среде окружении негативным это его подкашивать все время и так далее то есть есть разные причины почему человек оказывается в такой ситуации когда его надо спасать и вот уже мы тут 20 лет этой школы занимаемся и все 20 лет видим примерно одну и ту же картину что кого-то надо спасать но за это время изменилось отношение что ли к спасению граждан если поначалу так у меня подход был такой наивный я как бы ну норовил спасти даже того кто отбрыкивается вот понимаете тонкость такая есть то со временем я как бы немножко поспокойнее стал и сказал себе но если человек сам не хочет ну ну что его он же нереально уже не тоже погибает понимаете не то что у него пищи нет или там он замерзает от холода этого же нет ничего он но в каком-то таком состоянии находится и ты пытаешься что-то делать а она не работает я вам скажу даже больше бывают ситуации когда удается сделать что-то за рамками разумного или и реального ну например вот есть люди которые сами не могут их надо отвести за руку и при том что отвести за руку не всегда удается это нужно чтобы возможность была это нужно чтобы человек соответствовал потому что не всякого можно за руку отвести вот бывает отведешь кого-то за руку а тебе потом руки не подают так бывает эти по всякому бывает и вопрос такой надо были надо ли было его спасать вообще кому было надо можем может быть если бы этот канал не перекрылся можно можно было бы еще 20 человек спасти нормально а вот этот один я из-за него все раза развалилась поэтому это что же так надо иметь ввиду но очень часто спасаемые они как бы обладают колоссальной разрушительной силой и не только всех вокруг но и тебя который норовит спасать как бы легко грохнут не то чтобы они злые были просто люди такие то есть всяко бывает я к этому говорю значит что я понял вот вы можете взять человека который сам не может вот он ведь я не могу вот если меня отведут за руку я буду работать если вот не отведут я не буду то у него языка нет то у него он не очень там разобрался предмете то то еще что то у него и были такие случаи когда человека отводили за руку и он при этом не работал тоже то есть его все равно прогоняли готовы были терпеть там отсутствие языка или там слабый язык или там что-то но дальше выясняется вот то что называется эти тьют да то есть вот отношение к делу и дальше выяснять что он вот хоть ты его за руку отведи все равно никому не нужен эти за руку можно отвести только того кто действительно хорош тогда все срастется и будет нормально то есть все будут все стороны будут рады все хотят помочь хорошему человеку но кто хочет помогать плохому человеку так условно да поэтому а кто хочет брать на себя чужие проблемы при том что тот чьи проблемы ты на себя берешь он же еще и говорит что ты ему не додал что бывает лучше рядом понимаете есть люди которым все должны поэтому мой подход как бы немножко изменился я не гоняюсь за людьми которые торчат вот я захожу на дайс я смотрю там но я захожу не просто так захожу а я захожу потому что кто-то из студентов говорит посмотрите как там мой профайл что нужно сделать чтобы там выше выходить в результатах поиска я каждый день это не неоднократно делал и смотришь там какие-то люди между делом возникает вообще чудят так что ну даже не ну что мне теперь гоняться за ними знаете он мог написать он мог позвонить он мог подойти он мог спросить а он мог посмотреть видео как где написано как все делать но он видео смотреть не стал значит он не пришел и не спросил хотя процедура такая что когда ты вешаешь резюме надо первое что ты делаешь ты приходишь ко мне или там как-то контактируешь мы смотрим что можно изменить и тут же из меня но если человек не пришел я как бы думаю но значит ему не надо значит у него все хорошо я не буду гоняться за ним у меня нет сил на это потому что есть достаточно много людей которые хотят чтобы им помогли и делают свою часть работы и вот с этими и легко работает и результат есть и и все понятно вы не знаете как часто мне приходится разговаривать с людьми которые вроде бы даже он пришел вот как месяц как на рынке ничего и я уже даже не спрашиваю а чего ты через три дня не пришел что ты тут же не пришел ну хорошо месяц на рынке дальше ты смотришь что он там делал и вот есть там допустим два десятка правил которым нужно следовать вот все 20 нарушены грубо но не в курсе я могу а вот видео он не смотрел значит или он бывает что я смотрел но ничего не сделал дальше ты ему начинаешь объяснять вот тут надо поправить здесь надо так здесь на так он либо вообще не слушает либо начинает спорить либо говорит ну хорошо я могу вот садись вот здесь вот компьютер садись сделаешь через 20 минут подойдешь и мы посмотрим потом две-три итерации и сделаем идеально все что нужно я своей рукой могу даже сделать мне не жалко но человек это домой пойду а там уже сделаю я уже знаю что за этим стоит он пойдет домой не сделает ничего ну вот на 100 человек который скажет я сейчас пойду домой и дома сделаю 99 не сделает ничего я это вижу уже опыт есть но нельзя же на одни грабли там миллион раз наступать и бежать спасать того который все делает чтобы не спастись и еще потопить тех кто его там пытается спасти еще настроение испортите еще с таким видом на тебя смотрят как будто дурака он умный хотя вроде бы а чё он умный через задницу там делать много ума не надо и но есть люди которые всю жизнь через задницу понимаете также тоже бывает что то что сказать значит если спасение становится твоей как бы работой твоей профессии ты начинаешь делать это профессионально понимаете да то есть вот есть люди которые любители он шел там кто-то тонул он побежал там схватил за волосы вытащил из воды многие при этом утонули вы знаете да часто бывает что спасаемые он так хватанет тебя и и спасающего тоже нет но когда уже ты начинаешь профессионально ты значит это перестает быть таким уже прямо вот таким прямо личным ты начинаешь смотреть вот этому человеку можно помочь этому нельзя во сне чем мои возможности какие бы то смысл и дальше это все равно поточный такой процесс и ты вот на этом потоке значит ты что-то можешь делать и что-то не можешь и ты перестаешь себе говорить что должен делать то чего ты не можешь ты начинаешь говорить себе есть вещи которые делать просто не должен я не вот я могу сделать свою часть работы хорошо я я не могу сделать ту часть работы которую должен сделать сам человек вот пример я вам приведу простой пошел человек на практику в компании приходит с практики два месяца два проекта делал там значит за это время он должен был этот человек написать там два три десятка то четыре разных буллетов для резюме что он там делал он должен раз в неделю такой отчет писать а перед тем как прийти на изготовление резюме таскать он должен был все это привести к такому обобщенному виду значит убрать то что повторяется и так далее вот прийти из этого делается уже индивидуальное резюме ну дальше он приходит и у него практически ничего нет значит если не контролировать допустим если мы сейчас что делаем мы не назначаем интервью до тех пор пока мы не получим эти буллиты по email раньше мы этого не делали мы говорим ты должен прийти 9 из 10 приходят с нулем я не хочу сказать чем-то ноль чистый ноль не не то что там вот мало сделал а просто 0 9 из 10 один что-то нацарапает вот сейчас им говорят пока ты не пришлешь значит мы не мы не посмотрим и не одобрим ты к нам не ходи вот тебе не нужно резюме но он приходит он где-то скопировал там вот если они там пять человек в одной компании вот один сделал остальные у него скопировали вот тут один который сделал ему не хватает мозгов чтобы отказать тем кто там у него просит скопировать он не понимает что он творит насколько это против него то не суть значит вот они приходят у всех одно там как copy paste там туда сюда я могу написать резюме я могу написать резюме даже если вы мне не скажете ничего о том что вы делаете молчать как партизан на допросе пойти я все равно могу сделать резюме но это не будет так классно как если бы допустим был хороший отчет и я боже с ним работал знаете вот поэтому я могу но дальше что дальше я дам это резюме человеку который не потрудился написать там не за десяток буллетов о том что он делал а что он будет делать с моим резюме но он начнет рассылать допустим мы даже предположим что каким-то чудом будучи неспособным к элементарному позитивному действию в отношении себя самого как например буллеты течение там двух месяцев написать десяток будучи неспособен даже на это представим себе что этот чек каким-то чудом начнет вывешивать свое резюме эффективно то есть действительно будут ему звонить будут там приглашать и так далее что на самом деле очень сомнительно но если человек вот так все делает с чего вдруг ну допустим вот ему звонят да его приглашают ему говорят расскажи вот что ты делал на этом проекте он за два месяца 10 буллетов не написал давайте а тут я им кучет на калякова а он даже не прочел долго а даже если прочел то мельком а даже если не мельком то у него это не ассоциируется ни с чем что он реально сам делал потому что для того чтобы ассоциироваться он должен был делать осмыслить написать и это бы зацементировалась пойти а тут ему что-то дали то может мог с таким же успехом там скопировать кусок резюме там день не знаю на крекс листе чужого взять и ходить это не его режим это чужое абсолютно резюме пока я когда я его написал и он его не прочувствовал это абсолютно чужой кусок мы говорим о спасении и вот он ходит да да он еще естественно на самом деле мы понимаем что он его толком не вывесил он не пришел показать он ходит месяц он уходит два там я не знаю или он бросит или он еще чего-то соответственно он собирает весь негатив на себя соответственно распространяет весь негатив и он рассказывает что там не знаю но но все что все что угодно естественно все вокруг виноваты кроме него там и так далее и вот да и он приходит и он садится с убитым видом и говорит я уже месяц ищу работу вероят два месяца ищу работу потому что он пальцем о палец не ударил ни для чего да но и он говорит мне мне нужна помощь меня нужно пошлите меня куда-нибудь на работу отведите меня вот там у вас есть какие-то connections там вот отпустили подведите меня connections нарабатываются годами и одного такого послать и нет больше connections разве разве connections так работают чтобы человека который не сосне в состоянии и не желает пальцем о палец пошевелить чтобы у себя в жизни что-то изменить при том что ему помогают его с ним готовы потратить любое количество времени он просто должен сказать я тут я хочу что делать и он не делает и ты ему говоришь а он еще спорит поэтому я не хочу сказать что так 90 процентов таких и упаси бог 90 процентов нормально но но здесь 10 есть 15 вот таких поэтому вопрос о спасении вот бывает лишь у кого-то там не удалось спасти теперь я жалею я гораздо больше жалею что пытался некоторых спасти и сделал что-то и я вот теперь жалею что я играл какую-то роль в их судьбе вот это есть не то что она меня как-то сильно беспокоит там уже все это в прошлом и я не не интересуюсь но но в общем да если бы я мог некоторые вещи допустим сегодня вернуть назад я бы кое-что сделал в том смысле чтобы не участвовать в спасении кое-кого вот это несомненно значит было ли такое что я жалею что я не дьод понимаете у меня нет такого чтоб я не сделал я у меня может быть инструменты не было в данный момент вот наверняка найдутся люди которые скажут что вот они хотели чтобы сделали они просили чтобы сделали но им не сделали но это не потому что что то а потому что не было возможности в этот момент я Я вас уверяю, не то, что там кому-то жалко было или что-то. Мы очень лично воспринимаем успех или не успех людей, с которыми мы работаем. Поэтому мы, конечно, стараемся все сделать. Бывает, нет инструментов. Если, скажем, рецессия, а что можно сделать, когда рецессия? Когда люди с опытом не могут найти работу. Вот что ты можешь сделать, когда человек из школы. Так что, по-всякому бывает. Тут у нас одна студентка, очень славная, на фейсбуке, у нее там в блоге или в live journal, я сейчас не помню, где она писала. Она вот про нас там написала. И вот первый ее пост был о том, что она успешная, все друзья у нее успешные. Это обычно часто так бывает. Успешных и друзья успешные. И вот она там описывает и говорит, что первое, с чем я столкнулся, что есть люди, которые боготворят, партнер в компьютерском. А есть люди, которые ненавидят. И, конечно, если он адекватные задачи, если он пришел, знал, чего хотел, получил то, чего хотел, работает, все дела. Он очень доволен, конечно, он думает, боже, это же надо так вот за несколько месяцев решить задачу, которую люди десятилетиями не могут решить. Американцы, которые родились тут, не могут решить. Понимаете, они, конечно, там балдеют. Есть люди, которые, как сказать, имеют серьезные неразрешенные проблемы собственные. И они приходят в надежде, что кто-то их проблемы возьмет на себя. Вот то, что он должен был бы сделать, другой кто-то за него сделает. Он не формулирует это так, естественно. Он не говорит, у меня проблема. Он говорит, вот я хочу, там, вот что-то. Ему говорят, делаешь вот это, вот это. И он не делает. И он не говорит, я не делал. И он не говорит, там, допустим, то, что я хочу, вообще, там, как бы не очень реально, там, или что-то. Он никогда не берет ничего на себя. Ему виноваты сразу все. Поэтому возникают концепции, что надо было, там, дать на лапу, чтобы к тебе хорошо отнеслись, портнов, компьютер-скул. Я слышал вот такую формулировку, там, говорят, там, девушка, одна девушка, другую спрашивает. Ты, говорит, на интерншип пошла? Она говорит, пошла. Она говорит, на платный? Она говорит, нет, бесплатный. Причем, никакой разницы, на самом деле, нет, что там, два месяца, десятка, господи, боже мой. Но у нее, как бы, это вопрос статусный, что ли, я не знаю. Она говорит, что для платного, говорит, надо платный в этой школе только через постель. Понимаете? И, ой, господи, при том, что я к этому отношения не имею никакого у нас, София, всех их там устраивает. Я просто к чему рассказываю? Поэтому есть люди довольные, есть люди недовольные. Когда человек понимает, что он хочет, когда он понимает, что за этим стоит на его стороне, и делает то, что от него требуется, он ходит счастливый и довольный. Потому что нет такого в природе, чтобы вот второго другого места, где ты можешь вот так прийти, чтобы вот такое. Но есть люди, которым все время что-то не так, потому что это же внутреннее. Он не разрешил этого внутреннего. И он думает, что кто-то сейчас ему должен, ему все должны. И дальше выясняется, что ему не додали. Поскольку все должны, а он никому ничего. Сам себе, главное, не должен. Вот это страшная проблема. Сам себе не должен. Да. В общем, что тут сказать? Спасение. Это тонкий вопрос. Знаете, спасать. Когда вы начнете спасать сотнями и тысячами, я вам обещаю, что ваше отношение к делу спасения будет отличаться от того отношения, с которым вы приступите к делу спасения. То есть вы начнете классифицировать спасаемых, вы начнете себя как бы ограничивать теми задачами, которые вы реально можете решить и которые реально не можете. И так это все упорядочится и встанет на рельсы, и будет идти какой-то такой вот паровоз. Я бы так сказал. Счастливо! Спасибо. 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 Спасибо.